Привет, это Технозон с Хадасом VM3. Снова на канале Технозон. И что же такого нового в этом Хадас VM3? А это прошивка от SuperCeleron. Отличная, скажу я вам так, прошивка. Дело в том, что Хадас это одна из самых крутых экосистем, которые есть в стране TV-боксов, скажем так. Я назову, конечно, странно TV-боксов, но это действительно правда. Как показывает история, Хадас 1, Хадас 2, Хадас VM2, Pro, Max, я уже не помню, какие там модели были, но там настолько большое количество прошивок, что я даже в них начал теряться. И это прошивки и на Android TV, и плюс это прошивки с trial boot'ами, в которых можно грузить сразу Android, можно грузить LibreElect, можно грузить одновременно же, что там еще можно было грузить? Еще и Ubuntu, Linux, Ubuntu. И, кстати, на Хадас вышла эта новая прошивка от SuperCeleron. Прошивка мега стабильна. Мы обязательно сегодня протестируем с вами мультимедийные возможности, сетевые и троттлинг-тест. Также мы с вами протестируем игровые возможности. Почему игровые возможности? Потому что здесь стоит один из самых мощных процессоров, вернее, самый мощный для процессоров для SmartV-Box, которые ставят в Китае. Я не говорю там про всему миру, но в Китае это самый мощный на текущий момент SmartV-Box, который дает 131 тысячу в Antutu, и плюс еще и 24 тысячи в 3DMark, в Ice Storm Unlimited. Ну, вот такой вот себе интересный SmartV-Box. Играли мы на нем и в GeForce Now игры, и в танки на максимальных настройках графики с анизотропной фильтрацией 16X, со всеми тенями, с растительностью даже в прицеле. И работает это все действительно очень круто. При этом она у нас со штатным активным охлаждением. Вы посмотрите, что нагреть ее абсолютно нереально. Пока что не поправлен звук 3HD, но проброс 5.1 звука DTS Dolby Digital Plus, Dolby Digital PL2 MUI, Dolby Digital простого здесь есть. И смотреть фильмы с Dolby Digital и DTS у вас получится. Она проигрывает самые тяжелые торренты, она проигрывает 4K видео онлайн, она прекрасно проигрывает 4K YouTube. И вообще она проигрывает все. Проигрывает также отличные огромные фильмы с жесткого диска, тоже с тем же самым пробросом, через штатный плеер, кстати, попрошу заметить. Обзор настроечек и вообще самого Hados в разборе и плюс его распаковки вы можете увидеть в оригинальном обзоре. Вот, кстати, вы видите картинку этого оригинального обзора. И ссылка на обзор лежит в описании под видео, а также лежит в описании под видео ссылка на сам Hados на версию 2.16 и на версию 4.32. Хотя мы тестируем на 2.16, вы увидите, что абсолютно все работает без каких-либо тормозов именно на 2.16 версии. 4.32 это для тех, кто любит цифры побольше. Ну, как-то цифры может нравиться. Не буду больше спойлерить, ссылка на прошивку в описании под видео. В принципе, как и на другие прошивки, мы обязательно продолжим тему Hados VM3, потому что прошивок очень много. Мы обязательно раскроем тему Linux, мы обязательно раскроем тему CoreELEC на Hados VM3. Поэтому подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить эти все прелести, а также не пропустить еще огромное количество интереснейших розыгрышев, ценных призов и подарков. Вот, кстати, сейчас мы разыгрываем вот такую крутую видеокарту. Недавно разыграли Radeon RX 590, она вот только поехала к своему владельцу, поэтому мы призываем вас именно подписываться и нажимать колокольчик. Ну, а также, если там уже нет этих ценных призов и подарков, то там, скорее всего, есть розыгрыши на другие ценные призы и подарки, не обязательно на вот такую вот крутую видеокарту. Ну, и, конечно же, не забываем о пабликах, которые есть в описании под видео, а также ссылка на наш второй канал. Ну, я, Бабл, на канале Технозон и Hados VM3. Начинаем обзор прошивки SuperCeleron именно для этого самого Hados VM3. Поехали! Итак, богатая экосистема Hados VM3 на самом быстром процессоре для Smart TV Box на рынке, не считая, допустим, NVIDIA SHEL TV. Мы говорим о самом мощном Smart TV Box, который можно купить в Китае. Именно это нас и прельщает. Цена и доставка из Китая. Итак, прошивочка SuperCeleron. Отличное решение именно для Hados VM3. Главным интерфейсом у нас служит Launcher Square Home. Полностью настраиваемый Launcher. Кстати, обзор будет у нас на канале или уже есть, если вдруг вы смотрите тоже после выпуска этого самого обзора на этот самый Launcher. Launcher отличный. Это плитки с виджетами, с кучей всяких плюшек. Поэтому, ребят, очень советую вообще Square Home. Да и вообще, в принципе, тут прошивочку. У нас включается шторка. Пока что она не управляется. Ребята работают. Супер Целлирован в частности. То есть у нас есть внизу панель навигации в этой прошивке. Есть возможность сделать скриншоты. Есть возможность включать, выключать, регулировать звук. Разворачивать недавно запущенные приложения. Я специально включил CPU-монитор для того, чтобы вы видели, как работает Hados на штатном охлаждении, на активном охлаждении. То есть 46 градусов простое. По троллинг-тесту посмотрим потом. Основное меню настроек мы рассматривать не будем. Идем в описании под видео. Есть там обзор, основной обзор Hados VM3. Там есть эти все настройки. Здесь ничего нового нет. Единственное, скажу, что Супер Целлерон поправил Гэпсы. То есть здесь работает полноценно, отлично, плей-маркет. И работает очень даже круто. Поэтому за это ему огромное спасибо. Вообще очень много изменил именно Супер Целлерон. Он пофиксил даже вулкан. Поэтому работать здесь с играми стало еще интереснее. Здесь есть поддержка полная вулкана. А если кто не знал, то в первой прошивке от Hados там с вулканом была проблемка небольшая. Результаты троттлинг-теста вот такие вот. Абсолютно зеленое поле. Вообще никакого термального троттлинга не замечено. То есть Smart TV Box Hados VM3 работает абсолютно без троттлинга. То есть на максимальной производительности при любой температуре. Максимальную температуру, которую мы смогли выжать без активного охлаждения, на секундочку, только лишь со штатной системой радиаторов, 75 градусов. И это суперрезультат. С активным охлаждением вы можете температуру вот наблюдать во Floating Window. Мы будем ее показывать в процессе всего теста этой самой прошивки Супер Целлерон для Hados VM3. Рута, к сожалению, пока в Супер Целлероновских прошивках нет. Но мы знаем, что экосистема Hados, это самая крутая экосистема, где постоянно что-то разрабатывают, допиливают. И даже Hados первый, он до сих пор допиливается. Там есть огромное количество этих самых прошивок. И с рут, и без рут. И с рут, и с рут они еще. И с рут эти прошивки, короче, много раз. И много-много этих прошивок до сих пор с рут. Ладно, не важно. Спид-тест. По Lanner J45 приставочка у нас показывает результаты просто-напросто ошеломительные. 797 мегабит на загрузку и 855 на выгрузку. Один из самых лучших сетевых модулей стоит именно в Hados VM3. Что касаемо Wi-Fi 5 ГГц, то здесь стоит MMO-модуль, который показывает вот 335, даже больше мегабит на загрузку. И вот, 336 мегабит на загрузку. И примерно столько же на выгрузку, даже больше 355 мегабит на выгрузку. И это Wi-Fi 5 ГГц. Давайте подключим с вами 2.4 ГГц. Тест 2.4 тоже показывает обалденные результаты. То есть у нас почти 100 мегабит на загрузку. И это, попрошу заметить, на 2.4 ГГц Wi-Fi. Тестируем это все на Tendo AC10. Я отказался от AC18, потому что мне все начали рассказывать, что там большие усилители. И поэтому мы перешли на более низкую модель Tendo AC10. Кстати, ссылку на Tendo AC10 на обзор, наш старый обзор мы положим в описании под видео. Это именно на самой дешевой Tendo AC10. Вот такие вот результаты выдает Hados. Напомню немножечко из AIDA64, что это Vim Hados. Это версия 2х16. Также в описании под видео есть версия 4х32. Выбирать вам. Центральный процессор это 2 ARM Cortex A53 ядра по 1.8 ГГц. Это энергоэффективные. И 4 ядра A73 по 2.2 ГГц. Это один из самых мощных вариантов вообще на рынке, который сейчас есть. За отображение отвечает Mali-G52 с двумя ядрами графического процессора. И с поддержкой OpenGL ES32. По поводу голосового поиска в данной пришивке Supercellerone при подключении голосового пульта, например, G20S, при нажатии на кнопку голосового поиска, вы попадете в стандартный ассистент. Раз-два-три, раз-два-три и вот такой вот голосовой поиск у нас будет. Ну вот он что-то даже нашел. Ну да ладно. Голосовой поиск так голосовой поиск. Но нас интересуют теперь мультимедийные возможности. И это очень важно. Проверим для начала проброс звука в разных режимах. Меня интересует именно Kodi. Потому что в Kodi здесь интереснее всего смотреть эти самые фильмы. Скорее всего 3HD звука пока нет. Я так понимаю, что работает над ним. Первый, кто 3HD звук победил на 922 процессоре. Здесь аналог A311D только с модулем искусственного интеллекта. Это вот те, кто победил, это именно Югусы. Ладно. Dolby Digital Plus. С Dolby Digital Plus у нас проблем нет. У нас появился. Это значит, что здесь также будет Dolby Digital 5.1 простой. Dolby Digital PL2 MURI. Dolby Digital 3HD. Dolby Digital 3HD у нас работает как Dolby Digital Plus. И это уже неплохо. То есть все-таки он его будет воспроизводить нормально. DTS HD. DTS определился... DTS HiRes определился как простой DTS. DTS ядро тоже работает как простой DTS. И DTS HiRes чистый файл работает тоже как простой DTS. Поэтому мы с вами понимаем, что HiRes звук здесь не пробрасывает. Пробрасывает 5.1 звук, ядро в Dolby Digital и в DTS. Кстати, один человек мне в комментариях писал, что это называется транскодирование. Как это называется, не важно. А в том, как понимают пользователи, это вот важно. Поэтому можете называть для себя как хотите. Тестовые файлы Jellyfish приставка щелкает как семечки. Неважно, какие они. 300, 400 Mbps или, возможно, даже 500. Она все равно их декодирует. Дело в том, что данная приставка способна декодировать Corelac 8K YouTube. И это, кстати, одна из первых приставок, которая это может делать. Я не говорю про смарт-телевизоры. Не путайте, пожалуйста. Также она проигрывает любые самые тяжелые тестовые ролики 4K, которые можно найти в интернете. И они проигрываются просто прелестно. Мы можем выбирать любые. Тут вот самсунговские еще с вами проиграем сейчас. Все стартует мгновенно. Все отлично декодируется и в очень красивых цветах. HDR здесь отрабатывает тоже отлично. Вот LG Barcelona, пожалуйста, тоже показывает все идеально. Стоп, а мы-то с вами забыли YouTube 4K протестировать. Давайте 4K. Это, кстати, наш канал. Вот мы видим. Это мы снимали. Это наш второй канал. Мы снимали на соленом озере, на розовом. Там обалденно красиво. Это в 4K картинка. Само собой, 4K здесь воспроизводит без каких-либо проблем. Советую подписаться на этот канал. Если кому интересно, мы ездим в разные страны, в разные города. И снимаем очень красивые виды. И очень красивые, необычные места. Вот, скажем так. Поэтому всем советую. Поэтому в 4K YouTube здесь все шикарно. Выходим. Нам нужно с вами проверить проигрывание тяжелых фильмов с нашего жесткого диска. Это важно. Потому что, например, скачать фильм в 50 гигабайт и посмотреть, вот, например, «Водный мир». Давайте с вами включим. Через стоковый проигрыватель. Насколько он его декодирует красиво. Через стоковый проигрыватель он его проигрывает. Он пробросил DTS звук. Кстати, через стоковый проигрыватель. Поэтому вы можете смотреть эти фильмы. Вот, 50 гигабайт. Пожалуйста, он проиграл 55 даже гигабайт. Давайте мы еще один попробуем. «Капитан Марвел» в Dolby Digital. У меня тоже скачен. Давайте на стоковом проигрывателе. Он тоже проигрывается без проблем и тоже пробросил Dolby Digital звук. Поэтому вы спокойненько можете смотреть на таком хадосе фильмы. Но это все не столь суть важно. То, что он на этом мощном процессоре мох, я не сомневался. Мне важно было, чтобы на прошивке SuperCeleron этого ничего не было потеряно. Также мы с вами сейчас проверим просмотр 4К фильмов онлайн и просмотр самых тяжелых торрентов онлайн, которые сможем найти. Кстати, попрошу заметить температуру. Температура просто сумасшедшая. Она 50 градусов, хотя в трудлинг-тесте мы максимально ее разгоняли до 75. Почему так? Потому что приложения не способны разогнать эту приставку вообще до 100% ее загрузки. Но уж очень мощная она получилась. Конечно, если рассматривать данную приставку не как смарт-в-бокс, а как платформу для программирования, то она вообще идеально для этих целей подходит из-за своего интерфейса внешнего, к которому можно подключать внешнее устройство. А если учитывать еще и кластеризацию, которая возможна в этом самом хадосе, то есть вы можете объединять в кластера кучу маленьких хадосов, то вы получите настолько мощное устройство на ARM, что никакие Snapdragon 855 и 855A не идут в сравнении с ним. Давайте запустим Alita Боевой Ангел в 4К, посмотрим. MP4 4К. Давайте на Vimu Media Player. Все это воспроизводится отлично и спокойно их воспроизводит. Поэтому как бы с 4К, 49 градусов, кстати, в проигрывании было, у нас вопросов нет. Это что касается потокового 4К. Давайте с вами попробуем теперь включить 4К торрент онлайн. И какой-нибудь фильм, почти тяжелее, вот, Люди Икс, Темный Феникс. Давайте. Торрент, 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 торрент. Есть у нас вот HDR 2160, вот, Ultra HD Blu-ray Disc Remux, HDR, 44 гигабайта. Ну, давайте заценим, как он воспроизводится. Тоже включен на нативном видеопроигрывателе для того, чтобы оценить проброс звука, есть ли проброс звука в нативном видеопроигрывателе. Ну, кстати, вот эти 44 гигабайта начали проигрываться 57 градусов, упало до 54, кстати, и поднялась до 56. Слушайте, ну, проигрывает очень даже неплохо. Это именно на стоковом плеере. Поэтому HDR отрабатывает отлично. Самые тяжелые торренты воспроизводятся тоже отлично. И, в принципе, мы понимаем, что в данной прошивке сохранены абсолютно все возможности, мультимедийные возможности проигрывания самых тяжелых фильмов, торрентов, онлайн. Все-таки это не из самых мощных процессоров. Именно для смарт-ТВ-боксов. И поэтому мы с вами должны оценить ее игровые возможности. Из игровых возможностей мы оценивали 3DMark. В результатах он показал Vice Storm Extreme абсолютный максимум. В Slingshot 1655, в Slingshot Extreme 1185. И Vice Storm он набрал 24316 баллов. Это вот один из максимумов, который может набрать приставка. Я не говорю сейчас про Nvidia Sheltv как игровую платформу. Я говорю именно про смарт-ТВ-бокс из Китая на дешевых Hime Logic процессорах. 24316 Vice Storm Unlimited. Это очень даже неплохо. Если брать баллы Antutu, то мы получим с вами вот такую картинку. 130 991 балл. Если брать для ТВ-бокса из Китая, то это в принципе абсолютный максимум, который сейчас тоже есть на рынке. 131 тысяча фактически. Я скачал пару игр. Сейчас добавим наше устройство EPEGA 9090. Bluetooth срабатывает отлично. Очень быстро. Мне нравится. Конечно же у меня записаны некоторые игры. Для начала мы оценим чего-нибудь такого более простого для HADOS. Само собой такие игры как Hearthstone будут работать просто идеально. Отлично работающая анимация. Отличная скорость отработки графики. Поэтому вот все происходит без тормозов. Как вы видите, все работает отлично. В принципе так же как и на моем, например, смартфоне Honor 20. Там точно так же работает эта игра. Потому что это все-таки версия для Android. Это не PC версия. Хочется, чтобы вы обратили внимание на температуру. Температура 53 градуса. Это на штатном активном охлаждении для HADOS VIN 3. Слушайте, она вообще не греется. Несмотря на то, что она очень мощная. Как для TV-бокса. И это действительно правда. Температура нагрева с 53 упала до 52. Ну, умеет. Что я могу сказать. Слушайте, ну очень красиво работает. 56 градусов максимальный нагрев. Вот она падает до 53 в этом самом Hearthstone. Поэтому я думаю, что Hearthstone мы можем закрывать смело. И вот так вот, кстати, у нас выглядит меню запущенных приложений. У нас, кстати, там даже в фоне видеопроигрыватель висит. И это, кстати, версия 2 на 16. Поэтому вы должны понимать, что 2 на 16 в данном случае действительно хватает абсолютно для всего. Я не говорю о каких-нибудь незатейливых 3D-играх. Кстати, эта игра не такая уж и незатейливая. Она достаточно тяжела как для смартфонов, так и для TV-боксов. Она поддерживает геймпад. Поэтому поехали с вами погоняем сейчас. Слушайте, вообще крутая игрушка. Если кто не играл, я буду скоро выпускать новый выпуск об играх для чистого андроида. С поддержкой именно геймпада. Как мы помним, что мы используем сейчас геймпад Epega 9090. Положили обзор в описании под видео. Очень всем советуем. Очень крутой геймпад с донглом. Хотя донгл мы не используем. Мы используем Bluetooth. Но, в принципе, в таких играх тоже вообще вопросов нет. То есть, такие незатейливые 3D-игрушки. 51 градус, температура нагрева. Но интересно, что будет, если запустить игры следующего плана. Например, в таких играх, как Nvidia Shield игры на GeForce Now. И это у нас Lara Croft. Lara Croft, куда ты падаешь, Ларочка? Ну, в принципе, производительности хватает. Мы это и понимали с самого начала. Слушайте, как тут перепрыгнуть. Давай, давай, давай. Или я без руки, или геймпад такой. Но работает действительно все круто. 51 градус. Сетевые модули таковы, что у нас в правом верхнем углу не выбивает, что у нас не хватает каких-то скоростей интернета, либо у нас есть пропущенные пакеты. Нет, на самом деле все очень круто и красиво работает. Давайте сейчас попробуем куда-нибудь побежать еще. Может быть, упадем куда-то. Что тут надо делать? Слушайте, ну, прекрасно. Кстати, приставочка действительно с ее процессором идеально подходит для игр такого плана. А вот куда здесь нужно дальше? Не знаю. Если кто знает, ребят, подскажите. Здесь самолет вообще висит сбитый. Что с ним нужно сделать, я не понимаю. Вот я на него повис. Что там? Ага, схватился. Да, дальше что? И нужно лезть вверх. Короче, я так понимаю, что сейчас еще и самолет упадет. Я упаду вместе с ним. Ну, все как обычно. Игрок из меня, конечно, еще тот. Ну, вывод таков, что NVIDIA Shield игры в GeForce Now в частности работают здесь очень даже неплохо. Никакой потери пакетов даже при очень удаленном сервере. Ну, нет. И не греется. 50 градусов. Все-таки это стриминг игры. Слушайте, вообще такой экшен вообще сумасшедший. Мне добавили какого-то опыта. Я тут ползу по каким-то скалам. Вообще обалденно. Обожаю, кстати, GeForce игры. К тому же после того, как мы начали играть в них на всех смарт-ТВ-боксах, то это вообще стало без каких-либо проблем. И очень многие мне пишут слова благодарности за открытие данной возможности. Хотя слова благодарности нужно выразить еще одному парню из Италии. Огромный ему привет. Все, в принципе, можем попробовать еще эту приставочку раскочегарить на максимуме в танках. И мы понимаем, что на данной прошивке Хадас вообще заиграл новыми красками. Мне очень сильно нравится. И все-таки World of Tanks. Идем сразу же с вами в настройки и выкрутим все на максимум. Давайте. Высокая, 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 высокая. А, анизотропную фильтрацию 16Х. Включим с вами тени. Траву в снайперском режиме. Давай, давай, давай. Ага, отображение растительности высокие. И траву в снайперском режиме. То есть у нас сейчас настройки графики на максимуме. Абсолютно максимуме. Берем танчик повеселее. Поехали. Вот здесь будет очень интересно, насколько она прогреется. Стартовая у нас 3054. Так, поднимается FPS. Слушайте, ну, ожидание игроков. Напоминаю, абсолютный максимум по графике у нас. Именно для Хадас ВМ3. Вообще в танках абсолютный максимум по графике. И мы выкрутили это все на Хадас ВМ3. С анизотропной фильтрацией 16Х. Можете попробовать на своем ТВ-боксе поиграть в такое. И вы будете неприятно удивлены. И температурой, и троттлингом, и FPS. Здесь FPS 50 держится. Я думаю, что если отключить анизотропную фильтрацию и хотя бы тени, то у нас будет все совсем по-другому. У нас будет порядка 60 FPS. Куда я, что я здесь стал? В общем-то, 63 градуса. Ребят, ну, давайте пойдем нарвемся, сольемся. Давай, 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 давай. Кого-то проредили. Меня, конечно же, там подбили. Давай еще разочек. Сейчас мы с тобой поквитаемся, дружок. Давай, давай, давай. Меня слили. Ребят, ну, блин, все. Прохожу, резюмирую. Суперцеллерон постарался на славу. С прошивкой Суперцеллерон Хадас заиграл новыми красками, скажем так. Яркими красками. Из минусов хочу отметить пока что отличия root-prav. Они будут обязательно. Это позволит нам реализовать автофреймрейт. Хотя, в принципе, смотреть фильмы правильно вы на нем сможете. Поставьте ручками 24 Гц в настройках, и все будет шикарно. Автофреймрейт тоже будет реализован. Мы уже, в принципе, знаем, но не будем спойлерить. Поэтому мы вообще считаем, что Хадас это один из самых интересных ТВ-боксов на рынке. С учетом того, что вы сюда можете докупить плату Hi-Fi звука. Вы сюда можете докупить плату со спутниковым тюнером и с тюнером кабельного телевидения. Слушайте, ну, на самом деле, очень крутая штука. Поэтому мнение команды Технозон таково. Мы настоятельно рекомендуем данный ТВ-бокс приобретением. С учетом того, как развивалась история прошивок для Хадас ВМ1, ВМ2, ВМ2 Max и всех их модификаций, то этот смарт ТВ-бокс будет обновляться еще очень долго, а его мощностей хватит не на один год. Ну, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабов и Хадас ВМ3 на канале Технозон. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok